В Екатеринбурге детям продают книги не совсем приличного содержания, скорее даже в стиле ню. Вместо фото, черно-белой картинки, а в самих так называемых энциклопедиях, рассказывают вещи, о которых не всегда взрослые готовы говорить вслух. Подробности у наших корреспондентов. Как эта книжка вообще могла попасть у нас на полке. Родители не могут сдержать негодование. Энциклопедия, которую они увидели в детском отделе магазина, возмутила их не столько содержанием, сколько возрастными рекомендациями. Что происходит с телом взрослеющего подростка? Книга для девочек старше 10 лет. Такое пятиклассникам они бы не посоветовали. Родители даже организовали контрольную закупку. В книжном магазине они обнаружили еще 4 сомнительных издания. Я сам в ужасе. Ты в ужасе? Держи сдачу пока. Подожди. Держи, стой. Вот насчет этой книги вообще. Крупные и слишком реалистичные иллюстрации, описания самоудовлетворения и тонкостей строения половых органов. Родители идут напрямую к директору магазина с провокационным вопросом. У вас пособия есть по терроризму? Или по подготовке шахидов? Точно нет? Нет. А почему пособия по сексуальным действиям в развращенной форме есть? Растерянный директор отвечает лишь, что в магазине всего 19 сотрудников, и они не могут отследить содержание 40 тысяч книг. Конечно, стыдно, но мы не можем все, что к нам поступает, проверить однозначно. Мы просто не можем, чисто физически. Тем более, они поступили, я посмотрела недавно. У нас сейчас сезон учебников и канцелярской продукции. Сотрудники книжного стыдливо убирают с полок энциклопедии, а родители обратились к уполномоченному по правам ребенка. Впрочем, Игорь Мороков оценку изданиям давать не торопится. Тут нужны специалисты. Оценку этому произведению может дать только специальная комиссия, которая Роскомнадзором должна быть назначена. Ни в коем случае не продавец, даже при всем уважении к Уральскому родительскому комитету, не Уральский родительский комитет. Тем временем психологи считают, что детям до совершеннолетия показывать такие книги нельзя. Слишком реалистичные описания и картинки могут подорвать психику ребенка со специалистами, согласные родители. У меня вот есть внучка, пошла в первый класс, и мне не хотелось бы, чтобы она увидела вот эту вот книжку всему в свое время. Я считаю, что это вообще ненормально. Вообще таких книг не должно быть в свободном доступе для детей. Я жутко против вот таких вот иллюстраций, которые вы показали мне. Это не для детей, это нарушение психики у ребенка. Сейчас общественники собираются обратиться в прокуратуру, чтобы уже точно знать, насколько правомерно продажа таких книг детям. Диана Хромцова, Павел Осинцев и Александр Черных. События ОТВ.